друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие напоминаю вам о том что у меня появился новый обзорный канал который называется галинка малинка 2 обзоры кто не подписался обязательно подпишитесь потому что возможно мои обзоры на уралочку будут выходить именно там ссылочку я закреплю в комментариях ну что ж ребят прежде чем мы с вами начнем обозревать последние влоги урал очки да урал очка таки переехала приехала вернулась домой к себе в свою родненькую квартирку я хочу обсудить один интересный момент вы знаете но часто так нас часто с вами обвиняют в том что мы завидуем завидуем урал очки потому что у нее такой прекрасный муж такой замечательный вы знаете он так и и любит что вот честно мне уже вот просто смешно и кажется что боже мой что это за такой сюр ну как вот вообще можно в это как говорится самим же поверить ребят ну правда но давайте серьезно и по чесноку да моё мнение что те как раз таки кто нас с вами обвиняет в том что мы завидуем урал очки но ни у кого же в россии нет мужей достойных мужчин да то есть все мужчины в понимании вот этих женщин именно вот такие как сафарики понимаете вот только оле урал очки можно завидовать тому что у нее есть такой прекрасный сафарик но мое мнение что как раз таки те женщины которые обвиняют нас в том что мы завидуем ее такому прекрасному мужу рядом такой прекрасной поддержки это как раз таки и есть те самые желающие на этого сафарика но вот горит у них на него глаз видимо мужиков глаза никогда не видели последних видели действительно в учебниках по анатомии по этой причине для них вот такой сафарик это просто за счастье но опять же согласитесь да хочется им сказать вот этим хомякам урал очки если для вас такой мужчина за счастье то это исключительно ваши проблемы не надо свои комплексы перекидывать на других людей ну и по поводу вот этих сказочек что он ее очень любит ну да конечно ребят вот конечно же естественно молодую там какую-нибудь симпатичную девушку он полюбить не захотел а полюбил урал очку но что еще хочется сказать хомячкам урал очки вы знаете если вы так хотите таких же сафариков от вас ничего не требуется от вас не требуется быть фото моделями до 90 60 90 от вас ничего не требуется только наличие жилплощади на территории россии и вот тогда к вам с удовольствием вот такой вот сафарик пристанет присоседится и будет как говорится вам счастье но опять же хомяки урал очки то ли забывают то ли у них действительно амнезия то ли знаете старость как говорится не радость когда сами говорили урал очки о том что оля не вздумай его прописывать то есть смотрите какое лицемерие от обожателей урал очки то они кричат что боже он так тебя любит он тебя просто готов носить на руках то они тут же кричат оля ты только не вздумай его прописывать иначе он тебя выкинет и ты останешься не удела ребят но конечно никто не поверит в том что он влюбился вот в такую вот олю естественно у него были свои далеко идущие планы и кстати по поводу того что бедная уралочка некоторые в это даже поверили как же она и страдалась то бедная после того как потеряла мужа так вы прежде чем такую чушь нести вы перед этим хотя бы уралочку то посмотрите что она говорила чего вот в феврале месяце феврале месяце было четыре года годовщины смерти ее первого мужа с которым она прожила 18 или 19 лет это неважно четыре года было феврале а уоли уже как она сказала с сафариком она вместе уже пять лет так что получается правильно получается то что никто ничего не страдал быстренько пока еще муж был жив но болел получается женщина сошлась на сайте знаком с этим вот сафариком вот и вся сказка поэтому не надо рассказывать про то как оля там страдала оля сама рассказывает получается да или что она сама себе противоречит говорит о том что мы уже было феврале 4 года со дня его смерти а с сафариком она уже пять лет так слушайте внимательно свою вот эту вот любимую своего любимого кумира и не пишите что здесь мы виноваты мы в этом абсолютно не виноваты ребят ну что ж вернулась уралочка вернулась в родные так скажем пенаты да то сидела сидела себе как говорится никуда не дергалась на своей любимой даче никудашеньки не собиралась а тут бац и бегом монатки своей собрала и пулей в город то ли действительно устала от дачи то ли ей хочется чего-то знаете такого эдакого то ли решила проверить сафарика что же он там делает во время так скажем ее отсутствие ну ребят опять же не для кого не секрет что она часто оставалась одна на даче пока он под предлогом того что вот на даче ютуба нет до возможности там вай-фая нет там чего у них там еще нет не суть важно под предлогом того что ему надо работу на ютубе делать он зависал в городе один но один или не один мне неизвестно я как говорится с биноклем под кроватью не сижу все может быть но все же друзья мои вот сдается мне что урал очки надоели вот эти подколы что сафарик в городе себе кого-то нашел да пока она там знаете окучивает капусту и весь свой огород он в этот момент тоже возможно окучивает какую-то другую вот она мигом решила собраться проверить все ли у них в порядке все ли в порядке у него и не успела приехать наша уралочка как тут же давай опять ребята наготавливать тазами как на маланьину свадьбу хочется сказать женщина вы уже успокойтесь со своей едой господи куда можно столько готовить я и супчик сварю я и второе сварю я и блинчики на десерт боже ты мой вот действительно одна еда в голове больше ничегошеньки нет абсолютно ничего ну и тут же конечно подружки в кавычках урал очки да вот знаете это вот с такими подружками враги не нужны в комментариях ей написывают молодец оля не слушай никого кушай оленька кушай ну во первых не кушай да а кушают только в детском саду а а ешь обращаясь к взрослому человеку ну а во вторых я не знаю как можно желать человеку который весит так много чтобы она продолжала есть таком же духе вы к чему ее вообще вот просто мне даже интересно да я там прочитала комментарии я удалила я сразу хочу сказать что когда пишут на моем обзорном канале гадости про других обзорщиков я такие комментарии удаляю и я всегда об этом говорила я уже неоднократно писала но некоторые люди не понимают вот когда сравнили одну женщину которая якобы в их понимании весит там 100 килограмм да соли уралочкой а слушайте мне во первых я не знаю кто сколько весит мне это не интересно но даже если сравнить человека который весит допустим те же 90 или 100 килограмм соли уралочкой согласитесь разница будет просто огромная то есть оля как можно вообще поле желать того чтобы она еще больше ела это говорят якобы ее вот эти вот обожатели ребята такое ощущение что они знаете ждут не дождутся пока она себя вот этой жрачкой доведет до чего-нибудь а они просто посмотрят так скажем вот это вот знаете как самую настоящую киношку далее далее олечка начинает нам рассказывать вот на готовлю сейчас как наготовлю сейчас как приготовлю и начинает перечислять как же много у нее в еды еды в морозилке говорит ой а у меня и вареники есть а у меня и пельмени есть ну что ж друзья мои я так понимаю это опять же ответ хейтером которые пишут что урал очки больше на столе разносолов не наблюдается что стали они жить намного скромнее из-за того что youtube обрезал всем блогерам очень сильно зарплату да и оля тут же решила продемонстрировать мол это не правда будьте спокойны у меня был в морозилке еще есть и вареники и пельмени оль ну все мы теперь точно за вас совершенно спокойно от голода как говорится никто не помрет вот только мне интересно если есть еда в морозилке данного те же пельмени домашние допустим хотя нет фаршу или не домашний но все же может быть час уже домашний не знаю но если ты приезжаешь и хочешь что-то побыстрее приготовить почему было бы не отварить те же самые пельмени тем более у них нет сейчас жары и она сама сказала что у нас на улице холод 15 градусов и дождь поливает как из ведра ну в общем да друзья мои как всегда готовит наша простая улечка простой супец о чем она удосужилась сказать рассказывая про кошку ребят я ржала говорит ой кошка вертит там своей головешкой главное не головой да а а головешкой вот что такое головешка видимо оля вообще не понимает на все грит триста восемьдесят градусов я вообще просто валяюсь с этой оли вы знаете вот она рассказывает и мне становится стыдно за таких граждан россии вот честно говорю она настолько коверкает великий могучий русский язык что становится просто стыдно вот за таких жителей правда мне складывается такое впечатление что уже знаете сафар в ближайшее время будет лучше разговаривать на русском языке нежели оля выбирать что с ума сошли что мы за кошки будем переноску покупать оль она стоит не 10 и не 15 и не 20 и не 30 тысяч рублей чтобы говорить раз ее вывести на дачу оль прикинь люди так и делают люди покупают переноску для животного да чтобы его было удобно вести чтобы его в случае чего не травмировать во время поездки мало ли вед лечебницу еще куда-то переезды какие-то еще что-то нормальные люди покупают свои животинки переноску но в общем да на себя любимую денежек не жалко на сафарика не жалко а на любимую при любимую кошечку жалко потратить какие-то там несчастные пятьсот шестьсот тысяч или две тысячи рублей это прямо для оли видимо знаете самое вообще ужас какой-то продачу продачу когда оля сказала что мы так хорошо отдохнули на даче говорит у меня сто лет не было отдыха оль о чем ты несешь я могла бы поверить то что человек который работает на заводе или где-нибудь занимаясь сильным таким знаете физическим трудом да тяжелым я могла бы поверить в то что он копая картошку там сажая картошку на даче он отдыхает но поверить в то что оля отдыхала на даче я не поверю потому что думал или не делать вместе со своим мужем абсолютно ничего один ролик в день для меня это не пахота вы меня извините да я выкладываю по пять по семь по восемь роликов каждый день так вот ребят а ну когда оля едет заниматься огородом на дачу это не отдых потому что если она дома ничего не делает а там ей приходится физически себя заставлять да работать через силу то это точно не отдых пусть она эти сказки рассказывает кому-нибудь другому оль отдых это как раз таки вот то что я сейчас показываю это когда вы лежите на море где-нибудь далее уехали на озеро и сняли дом где-нибудь какой-нибудь да улетели по путевке отдыхать и еще что-то но нет куда там больше как говорится кроме дачи у них я так понимаю ничего нет хотя в принципе вот зачем же как говорится дело стало да бери оленка осенью и шуруй вместе со своим любимым мужем к нему на историческую родину он же сказал что он осенью обязательно поедет желательно в сентябре отдыхать к сия к своим родственникам туда вот и пусть бы брал с собой оля будешь там просто у его родственников облизана с головы до ног будут они за тобой ухаживать и вот тогда это будет для тебя возможно самый настоящий отдых но я так понимаю что оля конечно же никуда не поедет уверяет уверяет оля что она вы знаете ли похудела говорит вот я чувствую прямо вот вот этот халатик горит стал на мне свободнее ребят я сижу и ржу по одной простой причине потому что ну я так понимаю воли весов нет да или они есть но они уже не покажут свыше нормы там до скольки до 180 килограмм обычные напольные весы я просто не знаю но мне так кажется понятия не имею ребят но в любом случае так понимаю взвеситься оля не судьба оля гадает на кофейной гуще похудела она или не похудела а подумать о том что у нее просто сел вернее разносился ее халат да она об этом даже не думает вот ну вот скорее всего он просто разносился растянулся поэтому он сейчас на ней вот немножечко висит и она говорит ой я чувствую что у меня спал животик ну и тут же ей начали писать что да возможно конечно же ты похудела слушайте ну давайте по чесноку для того чтобы визуально стало заметно что она похудела ей надо похудеть даже не на 20 даже не на 30 килограмм а килограмм так на 40 и на 50 чтобы было вообще заметно что она хотя бы чуть-чуть похудела ну в общем да далее далее оля рассказывает говорит а на даче и поесть то некогда мы говорит едим всего два раза в день все я валяюсь я просто валяюсь то есть по мнению оли да а знаете сожрать на двоих огромную кастрюлю картошки это знаете так просто побаловаться и она свято верит в то что если они трескают два раза в день если они знаете вот а вот тут и обязательно не наберешь в таком случае килограмм то есть по мнению оли до оли даже не доходит что если она села на ночь глядя поесть и навернула целый тазик целую кастрюлю картошки что она точно так никогда не похудеет оля вот как будто знаете как будто живет в каком-то каменном веке вроде вроде блогер да вроде интернет под рукой вроде знает вы все на каждом углу говорят о том что лучше есть чаще но маленькими порциями пусть это будет 4-5 раз в день это будут маленькие порции и тогда вы сто процентов похудеете нет поле удобнее есть тазами и говорит а мы ели всего два раза в день вот так можно нажаться сожрать таз всего и один раз в день и ты будешь только расти как на дрожжах но видимо да видимо не понимает не доходит до нее далее далее олечка долго не могла вспомнить как называются фрикадельки она говорит ну вот эти ну вот нити в теле ну вот эти ну поняли поняли тот сидит тоже ей ничего подсказать не может ребят я просто валяюсь в общем вот такой у меня получился небольшой обзор на олю уралочку лайф конечно же я уже предвижу огромная масса комментариев с возмущениями не суди да не судим будешь да хватит да туда-сюда да что вы тут к ней прицепились в конце концов смените уже пластинку уже вот не интересны ваши одни и те же комментарии еще раз скажу да для тех как говорится кто в танке что одни блогеры снимают и выкладывают свою жизнь на youtube а мы с вами смотрим обсуждаем обозреваем и комментируем имеем право это делать точно так же как имеем право обсудить какой-то фильм который мы посмотрели книжку которую мы прочитали какую-то постановку в театре и так далее то есть здесь все тоже самое блогеры и выкладывают свою жизнь для того чтобы у них были просмотры чтобы их смотрели поэтому как говорится извините подвиньтесь есть такой контент на ю тубе обзорные каналы да кто-то знаете кто все делают это по разному абсолютно но опять же нам никто не запрещает смотреть и комментировать любить их никто не обязан любить они должны сами себя своих родных и близких а их мы любить не обязались и не собирались поэтому как то так ребят вот такой мне получился обзор пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии ну что ж мои хорошие всех целую обнимаю всем желаю всего самого наилучшего берегите себя своих родных и близких здоровья здоровье еще раз здоровья ну и конечно же всем тем кто подписывается на канал всем кто ставит лайки всем кто пишет хорошие адекватные комментарии всем огромное спасибо всех целую всем пока а и 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